Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Комментарии Игнатия Тихоновича Лапкина на толкование блаженного архиепископа болгарского Феофилакта. Часть 17 из 2 тома. Толкование на Деяния 1.1. Лука указывает на то, что он не упустил ни одной из вещей существенных и необходимых, из которых познается божественность и истинность проповеди. Потому что и Лука, и каждый из евангелистов в своих евангелиях во главе всего поместили то, из чего познается божественность и истинность проповеди. И при том в такой точной форме, как бы по какому образцу. Комментарии Игнатия Лапкина Иоанн Златоуст в своих поучениях постоянно напоминает слушателям о их родине, то есть о райских обителях, откуда не спало человечество. Адам был близок к Создателю и беседовал с ним, но грех побудил его скрыться от их голоса Божия. Бытие 3.8.10 И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. И ныне, когда в человеке есть нежелание слышать Слово Божие, нежелание слушать проповедь, основанную на Священном Писании, это показывает, что человек не примирился со своим Создателем. Он все еще находится в стадии беглеца, скрывающегося от своего благодетеля. Слово Божие рождает заново душу, пробуждая ее от смертного сна. Великая и непостижимо страшная трагедия произошла с Россией. И все только от того, что люди не знали Слово Божие, не получили рождение свыше от Слова Божие, и потому устремились за слугами сатаны, чтобы построить светлое царство на земле. Толкование на Деяние 1.6.8 Целью у него было при этом то, чтобы пресечь крайнее любопытство своих учеников, так как он посылал их проповедовать Царствие Небесное, а не обозначать количество времен. Потому что он есть учитель. Призвание же учителя учить не тому, чего хочет ученик, но тому, что полезно знать. Комментарий Игнатия Лапкина. Господь посылает слуг Своих по всему миру в самые потаенные закоулки, чтобы всем возвестили о браке Агнца. Это дело любви, принести весь примирение Создателям. Сказать людям, погибающим во мраке, что и для них есть надежда, что и их зовет Господин Царь Неба на брак своего возлюбленного Сына. Какой чести удостаивается не только апостол, но и все верующие по Слову Христову нести благовестие там, где стоны слезы, где войны и эпидемии. Дух Святой влагает в сердца и умы своих избранников, то есть принявших истинное святое крещение, уверовавших в жертву Христову. Говорит не то, что людям нравится, а то, что исправляет людей, поднимает со дна. Иоанн Златоуст говорит о проповеди. Не скажи сам себе, я человек мирской, имею жену и детей, это дело священников, дело монахов. Ведь самарянин тот не сказал, где теперь священники, где теперь фарисеи, где учители иудейские. Нет, он как будто нашедший самую великую лавитву, так и схватился за добычу. Что может сравниться с этим? Чего не может сделать ни пост, ни лежание на земле, ни всеночные бдения, ни другое что-либо, то делает спасение брата. Подумай, сколько раз согрешали уста твои, сколько произносили срамных слов, сколько извергали богохуль, сколько ругательств. И все это ты можешь возместить по печеньям опадшим. Потому что одним этим делом сможешь очистить всю эту скверну. И что, говорю, очистить? Ты сделаешь свои уста устами божьими. Толкование на деяния 1.11.12 Побуждали их возвратиться, наконец, в Иерусалим на дело проповеди. Комментарий Игнатия Лавкина Так как вся история человеческого существования в том и заключается, чтобы вернуть падшего Адама в его исходное райское состояние, То все, что будет далее происходить с человеком, Бог направляет к этой цели. Он непрерывно напоминает человеку, кем он был и кем стал. И эта разница в положении уничтожается Богом. Очень часто Бог бьет человека, посылает к нему вестников, напомнить о небесной родине. Главная задача дьявола состоит в том, чтобы не допустить исполнения этого божьего замысла. Бог напоминает человеку о себе, о своей любви, что он ждет блудного Адама. Бог посылает к нему пророков, апостолов и ангелов. Дьявол принимает личину на себя всех этих вестников, предстает в виде ангела, посылает лже-пророков и лже-апостолов, дабы увести человека в обратном направлении. Дьявол обольстил человека через слух, вызвал доверие к себе. 2 Коринфянам 11.14 И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. Создатель посылает во все концы вселенной своих свидетелей на дело проповеди. Это то дело, на которое посылает Дух Святой с первого дня образования Церкви. В самом начале пути, когда ученики еще с трудом понимали миссию Христа, едва могли шире взглянуть на смысл прихода Спасителя на землю, Божьи вестники с неба напоминают апостолам, что нужно идти, а не сидеть. И идти не на прежние дела, а на дело проповеди. В исполнении этого замысла Божия по спасению человека, Бог объединяет усилия ангелов и людей. И так остается и до ныне. Если сегодня священнослужители не идут на дело проповеди, не слышат прямого повеления Божия нести Евангелие миру, то одним этим отказом они идут и против Бога, которому молятся, и против ангелов, которым молятся, и против апостолов, которым молятся. Труд Духа Святого главным образом выражается в том, что Он посылает на дело проповеди всех верующих во Христа. Толкование на Деяние 2.1.4 Потому что, когда должен был сойти серп на жатву, когда следовало собирать плоды, тогда должен был сойти и серп слова. И как бы вместо серпа слетал изощренный Дух Святый. Так как сошествие Святого Духа бывает ныне невидимым образом, то на голову рукополагаемого архиерея возлагается Евангелие. И когда оно возлагается, тогда в этом следует видеть не иное что, как покоящийся на голове огненный язык. Язык ради проповеди, огненный в силу слов. Лука 12.49 Огонь пришел я не звести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Не от себя говорили, но провещали от Духа Божия, проповедуя, то есть уразумевая и провозглашая изреченные святыми пророками свидетельства о Христе. Комментарий Игнатия Лапкина Ученикам Христовым было дано обетование находиться в Иерусалиме и ждать обещанного Утешителя Духа Святого. Люди любят ездить по святым местам, искать знаменитости, приобретать сувениры. Христос отменил все поездки, все виды передвижений одним приказом – ждать. Прошло томительных десять дней почти полного бездействия, не считая молитвы и ожидания. Весь мир жил так же в этот день с раннего утра, как и вчера, согласно Писания. Ни один человек на земле даже и не подозревал, что на землю уже послан Дух Святой. И сегодня над Иерусалимом опустится серп Слова, и будут пожаты первые созревшие колосси. Прошли тысячелетия, наполняются житницы небесные готовой пшеницей, и ни одного зернышка нет там, которая не испытала бы на себе влияния проповеди Слова Божия. Никакая обрядность, пение, богослужение, святыни, не названы серпом Слова. Все это будет только результатом того, когда пройдется серп проповеди, и душа обратится к Богу и воспоет. Аллилуйя! Кто ответит за то, что целые страны, такие как Россия, так и не получили этого указания, чтобы каждый христианин с серпом Слова, с проповедью Евангелия, шел в этот погибающий мир? Очевидно, что и прихожане Иоанна, сына Секунда, то есть Златоуста, мало обращали внимания на работу с этим серпом в руках. Вот его стоны и призывы со святительской кафедры. Не предоставляйте всего учителям, не возлагайте всего на предстоятелей, и вы можете назидать друг друга. Вы можете, если захотите, больше нас сделать друг для друга, говорит святитель. Ибо вы чаще общаетесь друг с другом, лучше нас, знаете дела свои, видите взаимные недостатки, больше имеете откровенности, любви и общительности. А это немаловажно для научения, но доставляет великие благодетельные удобства. Вы лучше нас можете и обличать, и убеждать друг друга. Притом я один, а вас много. И все вы, сколько вас есть, можете быть учителями. Толкование на Деяния 2.7.13 А главное, когда одни, бывшие частью из иудеев, частью из римлян, частью из пришельцев, а, быть может, частью и из распинавших, словом, почти из всех народов, Слыша проповедь апостолов, удивлялись и утверждали, что апостолы говорят на их языках. Нашлось несколько таких, которые, однако же, поносили апостолов. Комментарий Игнатия Латкина Падение первого человека, Адама, произошло через Еву, которая открыла слух свой к словам Искусителя Змея и поверила ему, падшему Херувиму. После этого она вкусила запретный плод. Далее Адам открывает свой слух словам Евы и испытывает сладость и горечь запретного плода. Этим же путем Господь восстанавливает богоотступника. В начале слышание. Римлянам 10.17 Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Затем вкушение пищи. Для тех, кто принял Христа в свое сердце, как своего Спасителя, пищей является спасением ближнего, а это возможно только через проповедь. Иоанна 4.34 Иисус говорит им «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Иоанн Златоуст Нужда в проповеднике, отвечает Вселенский Учитель, рождается вследствие нашего нерадения. Все ясно и просто, что говорится в Божественных Писаниях. Все необходимое понятно. Но так как вы любите слушать для своего только развлечения, то ищите этого. Не ожидай другого Учителя, увещевает Святитель свою беспечную паству. Есть у тебя Слово Божие. Никто не научит тебя так, как оно. Ведь другой Учитель иногда многое скрывает, то из тщеславия, то из зависти. Послушайте, прошу вас, все привязанные к всей жизни. Приобретайте книги, врачество души. Если не хотите ничего другого, приобретите, по крайней мере, Новый Завет, Деяния Апостольские, Евангелие, постоянных наших наставников. Толкование на Деяния 2, 16-18 Рассуждение разрушается, Писание не разрушается, Не сказано, излию дух мой, но от духа моего. Комментарий Игнатия Лапкина Военачальник заботится о хорошем питании, вооружении и здоровье своих воинов. И задача государей состоит именно в том, чтобы во всем этом превзойти противника. Ни в чем нет такого прогресса, как в военной технике. Слово «машины» впервые применяется в Библии о стенобитной машине, то есть в военном опыте. Всякое оружие в следующем поколении становится более мощным, а прошлое устаревает. Слово Божие есть оружие христианина, которое вручил ему сам Бог. 2 Коринфянам 6, 7 В слове истины, в силе Божией, с оружием правды, в правой и левой руке. Верующим во Христа не приходится заботиться об улучшении оружия при наступлении, обороне и отступлении. Оно одно и то же, многопрофильно. Это Святая Библия. Но оно имеет особое свойство поражать и того, кто им пользуется, и врачевать, и исцелять. Евреям 4, 12 Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Чтобы правильно пользоваться этим нестареющим оружием, нужно очень хорошо знать смысл того местописания, которым ты пользуешься. Об этом и говорит Златоуст к тем, кто знает Библию и где это написано. Не показывай мне написанного, а дай смысл написанного. И вот в этом смысле самые вооруженные, как говорят в мире до зубов, то есть весь род наполнен Словом Божьим, такими теоретически являются православные. Им не надо придумывать толкование, заниматься годами над разгадыванием каких-то текстов, как это принято в сектах. Но стоит только помолиться Христу и в смирении открыть труды святых отцов, а конкретно блаженного фефилакта. И ты уже знаешь толкование. Остается только применить на практике, чтобы обесопасить себя от суемудрия и ничего не навесить на меч. И чтобы он легко выходил из ножен для поражения еретиков и безбожников. Святые отцы дали специальное правило, 6-й Вселенский Собор, 19-е правило, чтобы никто не толковал Библию вопреки уже истолкованного святыми мужами. Иоанн Златоуст. Кто согласен с Писанием, тот христианин. А кто не согласен с ним, тот далек от этого правила. Если бы вы внимали Писанию, этому духовному оружию и каждодневно упражнялись в нем, я не стал бы убеждать вас избегать борьбы с ними, язычниками, еретиками. А напротив, даже советовал бы сразиться с ними, потому что истина сильна. Но так как вы не умеете пользоваться Писанием, то я боюсь за эту борьбу. Боюсь, чтобы они, застав вас безоружными, не низложили вас. Толкование на Деяния 4.4 Но с поспешистуемая Божественным Духом Петрова беседа бросила семя в углубь мысли и коснулась самой души их. Комментарий Игнатия Лапкина. Притчи Христа о Сеятеле были приняты учениками. Но к деланию, к исполнению, к сеянию они приступят только тогда, когда сойдет на них Дух Святой. И далее, до самой своей мученической кончины, даже перед лицом мучителей и даже будучи прибиты к крестам, они непрерывно бросают и бросают семя проповеди. Их били, вырывали языки, как Максиму Исповеднику. Но и тогда, чудом Божьим, они продолжали ясно и чисто проповедовать о любви Божией, о любимом Иисусе, и бросали семя проповеди в толпу. Рассуждая в обратном порядке, мы можем сказать, что если уверовавший во Христа человек не бросает семя проповеди, не несет труд благовестия, то этим самым он противится Духу Святому. Но и на этой ступени, нарушая прямое указание Христова о проповеди, он не может остановиться, но становится противником проповеди. Этому искусству сеятеля нужно учить непрерывно дома и в церкви, и за столом, и в пути. Второзаконие 6.7 «И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая». От этого зависит наше вечное спасение. «Кто не сеятель, тот и не спасется». Лука 12.8 Сказываю же вам, всякого, кто исповедает Меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедает пред Ангелами Божьими. Если человек уверовал во Христа и сделался обиталищем Духа Святого, то он не сможет молчать о жертве Христовой, о страданиях Агнца Божия. Даже под угрозу смерти он все равно будет бросать это семя любви. Иеремия 29. «И подумал я, не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог». Толкование на Деяния 4.5.10 «Не подумайте, говорит, что мы скрываем Отечество его». Нет. Мы и Отечество объявляем этого мало. Мы и страдания его исповедуем, и воскресения проповедуем. Комментарии Игнатия Лапкина «Главная проповедь, проповедь о победе Христа над дьяволом. Христос воскрес!» Были у Христа ученики, которые в течение всего года эти слова использовали как приветствие. Проповедь о воскресении отличает христианство от всех религий мира, бывших и существующих и грядущих. «Самый страшный враг у человека – смерть, и окончательная победа над ней будет только на страшном суде. Но духовно она уже одержана Христом на Голгофе при его воскресении». 1 Карифинам 15.54 Когда же тленное сие облечется в нетлении, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное «Поглощена смерть победы». Истомленные тяготами войны, претерпев неисчислимые потери, с каким нетерпением и надеждой люди ожидали окончания войны. Оставшиеся в живых свидетели в своих воспоминаниях все до единого вспоминают, как они услышали весть о победе, и какое чувство радости, торжества охватило их даже среди ночи. Если верующий во Христа постоянно не свидетельствует о победе Иисуса над дьяволом, о Его воскресении из мертвых, не рассказывает другим о своем обращении ко Христу, тогда Господь лично в нем одержал победу над злом, то это говорит только о том, что человек не пережил всего трагизма своего поражения, не ощутил страдания своего рабства греху, и потому не ликует по случаю своего освобождения из плена, не торжествует от того, что Спаситель одержал победу над сатаной и в нем. Мы и страдания Его исповедуем, и воскресения проповедуем. Конец 17 части.